Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня одно из интересных видео, и хотелось бы поговорить о сделке века. То есть, понятие сделки века, что это такое, есть ли сделки века, можно ли их провести в настоящий момент, и где такие сделки века можно непосредственно искать. Я думаю, что это будет очень полезно для вас, поэтому обязательно смотрите данное видео до конца, ну а мы начинаем. Давайте разберемся с понятиями, что такое сделка века. Сделка века для большинства людей это некая такая сделка, это совершение, во-первых, каких-то активных действий, которые приводят к значительному приросту капитала. Вот это вот история, которая была очень популярна на криптоиндустрии, X2, X3, X5, X10, X20, то есть, когда речь идет про X, и здесь возникнет у давних слушателей вопрос, Максим, хамон, ты о чем? От тебя слышать X, это непривычно. Но когда мы говорим про сделки века и возможности, которые появляются сейчас, я думаю, что действительно об этом можно сейчас говорить, и действительно такие возможности появляются. Про что говорю непосредственно я? Я говорю о том, что сейчас есть возможности, которые приводят к тому, что можно свой капитал, свои деньги, свои денежные ресурсы вложить во что-то, что приведет к тому, что вы получите возврат на вложенный капитал в 5 раз больше, в 10 раз больше, в 20 раз больше. Когда мы говорим о сделке века. Для большинства людей такой сделкой века что может являться? Может являться пример, когда в 2008-2009 году акции Сбербанка упали со 100 рублей за акцию, падали до 15 рублей. И когда вы покупали акцию Сбербанка по 15 рублей, и она выросла до 150 рублей, то есть человек заработал в 10 раз больше. Сделка века, да, по параметрам под сделку века непосредственно попадает. Сделкой века может быть инвестиции в акции, не знаю, того же самого Amazon во время краха пузыря доткомов, когда акции всех технологических компаний упали очень сильно. Но были отдельные истории, которые в этот период выжили и показали какие-то иксовые доходности в десятки раз. Но чем все эти сделки отличаются, если вот посмотреть на эти сделки века? Это не история, связанная, ну то есть это не рулетка. Это не то, что ты поставил на какую-то цифру и получил там в 32 раза больше или в 30 раз больше, чем поставил. В любом случае такая сделка века, да, почему она называется веком, она совершается редко, и результат ее все равно зависит от длительного промежутка времени. То есть получить вот такую выдающуюся доходность, когда ты говоришь, вау, круто, все равно это требует определенного промежутка времени. В качестве того же самого примера с акциями Сбербанка, да, в январе 2009 года акции Сбербанка стоили 15-17 рублей, но 300 рублей они стоили только в 2021 году. То есть все равно был длительный промежуток времени, когда вот этот вот кумулятивный накопленный эффект стал таким вот ярким, ярко выраженным, и можно было сказать, да, я поднял крутые деньги, я поднял очень много денег непосредственно на этой сделке. Второе, вы все равно должны вложить деньги, то есть у вас должен быть капитал, у вас должны быть денежные ресурсы, которые вы непосредственно вкладываете. То есть вы покупаете нечто, что в дальнейшем или вырастает в цене, или генерирует вам определенный денежный поток, и размер этого денежного потока значительно превосходит размер вложенных вами денежных средств, и вы получаете некую такую историю рантье. То есть вы купили по очень выгодной цене хороший качественный актив, который стоит дешево. Исходя из вот этих вот параметров, давайте посмотрим, какие же сейчас у нас открываются возможности, то есть где сейчас есть сделки века. Есть ли сейчас недвижимость стоимостью 10 миллионов, которая стоит 1 миллион? Ну, пока я таких сделок на самом деле не видел. Есть ли акции, которые упали в цене на 90%, с ними все нормально, с ними все хорошо, с ними все стабильно, у них есть запас прочности, и они в следующие 10 лет могут восстановиться к своим ценам, обеспечив кратный прирост капитала. Но, скорее всего, тоже такого нет. Но что точно можно констатировать, и что сейчас уже является фактом, это факт, связанный с мобилизацией, с миграцией. То есть, что мы получаем? Мы получаем, что первое, что нужно констатировать, иностранные компании ушли из России, оставив производственную базу, оставив какие-то определенные технологии, оставив логистические решения, частично оставив какие-то программные решения, они ушли, и ушли вместе с ними иностранные управленцы. Второе, произошло из-за мобилизации, произошло то, что средний класс, мужчины в экономически активном возрасте от 25 до 45 лет, кого-то призвали на мобилизацию, и они покинули свои рабочие места, и вышли в район специальной военной операции. Кто-то из них, соответственно, мигрировал. И опять у нас получается, что вот этот вот средний класс, вот этот высокий ценовой сегмент, где нужны управленцы, он высвобождается, и нужно кем-то замещать. Люди, которые мигрировали за территорию России, они переезжают со семьями, и то есть жены тоже уезжают. Остальные, соответственно, находятся в неком таком состоянии. И получается, что верхняя управленческая линейка, она высвобождается, и она должна замещаться, и замещаться она будет внутренними кадрами, потому что иммиграции нет, то есть иностранные люди, иностранная рабочая сила в Россию не едет, а наоборот из страны уезжает. И здесь получается, что высвобождается вот это вот пространство управленческое, которое можно непосредственно заместить. Этого ждать не надо. Это уже произошло. То есть мы уже сейчас это имеем. Люди находятся на позиции зарплаты, это, я не знаю, там 20-30 тысяч рублей. Выполняют рядовые функции, выполняют рядовые обязанности, фрустрируют по поводу неопределенности, которая есть в экономическом и политическом плане, не верят в завтрашний день и, в принципе, ничего не предпринимают, находятся в состоянии страха, да, ничего не предпринимают. Другой человек, подписавшись на канал MaxCapital, видит данный ролик и задумывается над вопросом, связанным с тем, а на самом деле, что происходит сейчас в моей собственной компании? Что сейчас происходит с менеджментом, да, то есть что происходит с генеральными директорами, с заместителем генеральных директоров, что происходит с руководителями отделов продаж, что происходит с продажниками самыми успешными, что происходит с производительностью труда. Где я во всей этой истории нахожусь? И здесь, представляете, у вас был такой железобетонный потолок, когда люди говорили, ну, вот пришел молодой человек, молодая девочка, закончил институт, по знакомству ее устроили, она стала моим начальником, Я никуда двинуться не могу. Вот что касается мужского населения, этот потолок взяли и убрали. Ну, то есть, просто он рассосался по различным причинам. И здесь, получается, сверху сейчас вообще никто ничего не ограничивает. И тот, кто остался, то есть, бизнес это все равно остались, собственники там, может быть, все равно сменились, но для них сейчас необходим этот управленческий персонал. И когда очень многие люди говорят о том, что в период кризиса самое лучшее, что вы можете сделать, это вложить собственные знания, это пойти учиться, это пойти получить дополнительное образование, менеджмент, управление, то же самое, заочное образование, очень много курсов, которые сейчас есть вообще в открытом доступе, и высшая школа экономики. То есть, ведущие российские вузы предоставляют в открытом доступе или за очень небольшие деньги доступ к курсу лекций, который можно пройти. Что мешает сейчас заняться, пройти, повысить свою квалификацию и просто прийти и предложить, я готов на себя взять эту ответственность. И опять тогда мы говорим о чем? О сделке века. Сделка века в чем может заключаться? Человек сейчас на зарплате 30 тысяч рублей. И он ставит себе цель, увеличив горизонт инвестиций до 5 лет, я хочу через 5 лет получить доход в 10 раз больше, чем я получаю сейчас. То есть, не разово купить акцию Сбербанка по 15 рублей и дождаться, когда она будет стоить 150, а сейчас сделать что-то, вложить свои денежные средства в вас что-то, в образование, которое позволит мне через 5 лет иметь доход 300 тысяч рублей. Можно это сделать? Вам взорвали просто потолок, который не давал возможности расти по карьерной лестнице. Не было социальных лифтов. И в условиях этой неопределенности вы должны понимать, что помимо того, что иностранный менеджмент, мужской менеджмент, который есть, даже мужской менеджмент, который не попал под мобилизацию, который не попал под вопрос миграции и остался на территории России, он в работе точно в такой же ситуации, в которой мы находимся все. Никто не верит в завтрашний день. И в такой ситуации у этих людей очень мощная психоэмоциональная нагрузка. Они выгорают эмоционально, они очень сильно нагружены по работе, потому что на них наваливаются, на них сваливают все функциональные обязанности. Людей, которые уехали, которые перестали работать по различным причинам, и они, соответственно, нагружены очень сильно. У этих людей, кстати, тоже есть вопрос, связанный с тем, что они могут кратно увеличить свой доход, просто организовав более эффективные бизнес-процессы, организовав нормальное производство, обеспечив нормальный рост сохранения предприятия, выручки, сохранение персонала и рост этого персонала. И вопрос, даже если они остаются, насколько вы к этим людям близки, что вы можете сделать для того, чтобы прийти и сказать, а я готов помочь, я готов развиваться, я готов эмоционально быть стабильным. У нас на канале недавно вышли ролики по поводу того, каким образом бороться со стрессом. Вы можете с собственным стрессом бороться, вы можете помочь своим родным и близким, и своему руководству, кстати, тоже можете вполне помочь, посмотрев вот эти вот ролики, их там два, связанные с тем, как быстро выходить из стресса, чтобы быть более продуктивным и не фрустрировать по поводу негатива, который на нас просто обрушивается волной цунами, которая смывает большое количество людей. И тогда я задаюсь вопросом, есть ли сейчас возможности для сделки века? Есть. Я это вижу. Соответственно, со своей стороны я предпринимаю активные действия к этому, к возможности увеличения своего активного дохода, и понимаю, что вполне реально за 5 лет свой доход увеличили в 10 раз. Итак, друзья, если сделать краткое резюме, когда мы говорим о сделках века, то уже сейчас я вижу два ключевых направления, которые позволяют ответить положительно на данный вопрос, есть они или нет, и где их непосредственно искать. Первое, назовем это копь, да, копь царя Соломона, где можно такого рода сделки сделать, накопать, получить эти возможности, находятся в плоскости, связанной с миграцией, значительной большой миграцией людей. И в этой плоскости есть широкие возможности. Какие требования при этом предъявляются к этим людям? Нужно эффективно коммуницировать, раз. Нужно быть физически здоровым, да, то есть иметь физическую форму, которая позволяет непосредственно этим управлять. И третье, это то, что позволяет эмоционально оставаться спокойным, то есть быстро гасить в себе стресс, быстро гасить в себе эмоции, рептильный мозг, да, страх, бей, атакуй, или же убегай. И это вот первые три направления, развив которые в себе, внутри, можно использовать вот эти вот сделки века. Другие два направления, это направления, связанные с личными финансами, то есть понимание, что такое личные финансы, управление доходами, расходами, как управлять доходами, чтобы они росли, как управлять расходами, чтобы они сокращались, при этом уровень жизни продолжал расти. И пятое направление, по которому, в принципе, известен проект Max Capital, это направление, связанное с инвестициями, да, то есть с вложением денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. И получается, что, понимая и осознавая это, я создаю школу развития Максима Петрова, в котором будет пять предметов, в котором будет десять классов. Эта школа будет запущена в декабре 2022 года, январе 2023 года. Если вам интересны подробности, пожалуйста, напишите в комментариях, что да, вам интересно узнать более подробно про школу развития Максима Петрова, и подписывайтесь на канал. Обязательно будет анонс, обязательно будет предзапись, при этом такой небольшой подарок сделаю, скажу, что это будет доступно абсолютно всем, то есть участие в первом классе, один класс, один месяц, будет стоить всего лишь 500 рублей. Если интересно, обязательно оставьте комментарий, чтобы я понимал, насколько вам данные предметы, в принципе, интересны для развития. На этом у меня сегодня все, на связи был Максим Петров, пока-пока. Продолжение следует...